Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер. Только что отгремела презентация Huawei P30 и P30 Pro. В общем, китайцы очень много чего наобещали, ну и на презентации показали действительно очень много интересного. Даже, наверное, мне кажется, на все детали не успели они обратить внимание. Но зато очень коротко, ясно, честно и правильно и по делу. Честно, конечно, это я пошутил, потому что китайцы все-таки любят преувеличить. Итак, давайте начнем с характеристик. Экран здесь в Huawei P30 и P30 Pro в P30 6,1 дюйма и в P30 Pro 6,47 дюйма. Это OLED-матрица. Она изогнутая по бокам. И, в общем, китайцы очень сильно ее нахваливали. На самом деле смотрится очень неплохо. Сравнивали не с айфонами, а айфоны, я вам скажу, это одни из самых компактных телефонов сегодня на рынке. Поэтому Huawei P30 Pro, ну молодцы, действительно, они будут очень небольшими для 2019 года. Возможно, одни из самых небольших телефонов и, ну, супертехнологичных. Второй момент – это камеры. В P30 Pro камера немного попроще. Здесь сверху телеобъектив на 8 Мп, апертура f2.4, посередине швик на 16 Мп, апертура f2.2. И внизу основная камера на 40 Мп f1.8. То есть сразу же в P30 камера на 48 Мп. Линзы используются от компании Leica. Leica, я вам скажу, это одна из самых лучших компаний, которые выпускают линзы, ну и, в принципе, фотооборудование. Поэтому здесь, ну, должно быть все очень круто. В принципе, в предыдущей версии, друзья, тоже было все круто. В P20, P20 Pro были суперкрутые камеры, и они до сих пор такими остаются. Поэтому надеемся, что P30, P30 Pro тоже такими окажутся. Но на презентации, друзья, самая интересная камера была P30 Pro. Там был сверху ширик на 20 Мп, апертура f2.2. Посередине основная камера на 40 Мп f1.6. Внизу 8 Мп телеобъектив, апертура f3.4. А для телеобъектива такая апертура, это, в принципе, очень даже нормальное и правильное явление. Но там была также, друзья, и четвертая камера. Она очень маленькая, на нее почему-то китайцы особо внимания не обращали. Но пояснили они это так, что сделано это для глубины. Короче, вот такая вот история. Камера эта чуть ли не самая крутая, и они предъявили уровень ISO 409600. В общем, короче, такое ISO невероятное, что лучше всех профессиональных камер от Nikon, Canon и так далее. А далее, что они стали пояснять, это Super Zoom. Super Zoom 10-кратный, который увеличивает. И действительно, на презентации показывали, что он очень неплохо увеличивает. И стабилизация очень хорошая, как в основной камере, так и в телеобъективе. Потому что при зуме, увеличенном на 23-кратном зуме, человек снимал с рук, и картинка особо не дрожала. То есть здесь реально, реально респект. Можно выписать компании Huawei. Это очень круто. Но, в общем, в целом, 50-кратный цифровой зум здесь установлен. И китайцы, конечно же, отожгли. Они показывали примеры фото с iPhone XS Max, Galaxy S10 Plus, ну и так далее. В общем, они показали, что вот видно в галактику Млечный Путь. Но, смотрите, в презентации прям было очень четко показано. Выдержка на каждой фотографии. iPhone XS Max. Выдержка была 1,4 секунды. Представляете, 1,4 секунды. Galaxy S10 Plus. 10 секунд выдержка. Ну а у Huawei P30 Pro выдержка была 30 секунд. Друзья, вот кто занимается фотографией, ночная съемка делается именно в 30-секундном диапазоне. 30 секунд это, друзья, полминуты. Представляете, вы делаете фотографию полминуты, нажимаете, обязательно ставите фотоаппарат на штатив и ждете 30 секунд. В iPhone сделали фотографию за 1,4 секунды. Понятное дело, на iPhone такая фотография просто-напросто не получится. Это просто невозможно. Это физически невозможно. На P30 Pro ни на каком фотоаппарате, ни на суперпрофессиональном. Даже такие фотографии редко очень получаются. В общем, китайцы, как правило, отжигают и делают это очень-очень красиво. Можно делать просто какие-то невероятные фотографии, невероятные видео. Вы можете посмотреть заставочки, что можно делать на этом телефоне. Если действительно, друзья, это можно делать на этом телефоне, то это просто бомбический телефон для тех, кто любит снимать. Мне кажется, для тех, кто любит снимать видео. Появился отличный конкурент в виде Huawei P30 Pro. Потому что раньше самая, наверное, лучшая и правильная камера для видеосъемки это все-таки были iPhone. Но P30 Pro показывает, что они могут вот так вот круто делать все. А также китайцы говорили на презентации о том, что они использовали новые технологии цветопередачи. Бла-бла-бла, много чего интересного. В общем, фронтальная камера здесь на 32 мегапикселя, которая тоже обещает быть прям очень крутой. По видеосъемке тоже много говорили о том, что действительно сейчас очень много видео выкладывается в YouTube. Вот сейчас вы тоже смотрите это видео в YouTube и так далее. То есть очень много людей начали снимать, делать контент. И для того, чтобы создавать качественный контент, необходима суперхорошая стабилизация, необходима хорошая картинка, динамический диапазон. Ну, короче, очень много фишек. И все эти фишки, друзья, есть Huawei P30 Pro. Человек едет на лыжах, снимает соседнего человека, и там получается великолепная достойная картинка. И в Dixomark, друзья, хотя он не является, может быть, таким авторитетным источником, но в Dixomark они опять побили. Всех 112 тысяч баллов они набрали. Фото на 119 баллов и видео 97 баллов. Короче, двойная съемка есть. Мне кажется, до конца они даже не успели рассказать, что, в общем, есть в этой камере. Батарея, друзья, здесь. Батарея основная на 4200 мАч. Это Huawei P30 Pro. И просто респект, друзья, потому что OLED-матрица. И большущая, просто большущая батарея с быстрой зарядкой 40 Вт за 30 минут заряжает на 70%. В общем, лайк, друзья, Huawei и также лайк поставьте под этим видео. Не забывайте об этом. Защита от воды IP68. Сканер отпечатка пальцев тоже встроен в экран. И новая оболочка EMUI 9.1 и Android 9. То есть там тоже говорили о наворотах этой оболочки. Ну и самое главное, друзья, наверное, самый главный вопрос. Это ценник. P30 Pro 799 евро. Это около 60 тысяч рублей. Обалдеть, друзья. Просто 60 тысяч рублей. iPhone XR, который просто, ну, монструозный. Он действительно очень крутой. Стоит столько же. Даже дешевле он. И P30 Pro. Минимальная версия начинается от 999 евро. То есть это в рублях около 72 тысяч рублей. А максимальная версия 1250 евро. Это около 91 тысячи рублей. 91 тысяча рублей. Друзья, это просто колоссальный какой-то ценник. И с ценником здесь все. Беда. Просто беда, друзья. И, ну, это действительно расстройство. Не очень это приятно. Хотя телефон действительно очень крутой и навороченный. Там рассказывали о том, что можно бесключевой доступ настроить к машине, к дому, там, и так далее. То есть все. Куча разных наворотов. Интересных и разнообразных. Но, к сожалению, вот такой большущий, невероятный просто ценник. Друзья, что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. С вами был я, Эдскрабер. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.